24, я запекаю, 124 регион. Полицейское удостоверение, связь о регистрации транспортного средства, страховой полюс ОСАГО. Страховой полюс, помогите проверить, пожалуйста. Улица Брянская. На посту полицейские проверяют полюсы ОСАГО. На глаз поддельный бланк от настоящего отличить сложно, поэтому в ГИБДД полюс пробивают по базе. 7-го, 16-го, как принял? Принял, все верно. Держите. Всего доброго. Такие проверки на дорогах устраивают часто. Из-за того, что цена на страховку выросла, кто-то ездит вовсе без полюса. Некоторые попадаются с фальшивками. За подделку документов предусмотрена уголовная ответственность. И поэтому гражданин, который приобретает, либо использует поддельные документы при управлении своим транспортным средством, может быть доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств. Суд уже будет устанавливать в процессе расследования, какая мера ответственности, какую мера ответственности понесет гражданин. За прошлый год было по поддельным документам было привлечено 29 водителей. По подсчетам Российского союза автостраховщиков, в России за прошлый год выдали 42 миллиона полисов ОСАГО. Из них миллион фальшивые. Чтобы подделок стало меньше, в госзнаке начали разрабатывать новые полисы с максимальным уровнем защиты. А в Союзе автостраховщиков накануне предложили обязать всех водителей сменить старые бланки на новые до 1 июля. Правда, во многих страховых компаниях считают, что одномоментно сделать это не получится. Новые бланки полисов, не зеленые, а желтые теперь, да, и с новой голограммой, вполне возможно, их сделают с 1 июля. И люди, которые закончился полис 1 июля, придут, оформят обычно свой полис, и он будет у них просто желтый, а не зеленый. А так, чтобы в июле прибежали все 40 миллионов, которые имеют полисы, которые будут заканчиваться в сентябре, в октябре, и им быстренько надо было поменять, мне представляется, это нереально. Водители вовсе не верят, что новые бланки помогут избавиться от подделок. Вряд ли поможет, все могут подделывать, пастеров-то везде хватает. Да, я думаю, все можно подделать, русскому человеку это не спасет. Ну, если не защитят, может, какими-то там голограммами, то, может, и будет, на первое время спасет. А потом? А потом все равно найдут лазейку. Суеты, конечно, добавится, бегать опять по кабинетам. Бегать по кабинетам не придется, уверяют в обществе по защите прав автовладельцев. Решение о смене полисов ОСАГО пока официально не принято. Это руководитель РЦА, Юргенс, он решил такую инициативу проявить. Поэтому, чтобы ее проявить, инициативу реализовать, нужно соответствующие поправки в закон. Пока этого нету, и вряд ли это будет. Если решение все-таки примут, то водители будут менять полисы постепенно, считают эксперты. Когда закончится старый, в страховой компании водитель получит новый бланк с большим уровнем защиты. Юлия Бычкова, Сергей Кашин, Афонтова, Новости.